ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Рост цен на бензин в России в 17 раз опережает инфляцию. Это данные Росстата за предыдущую неделю. В среднем по стране литр 92-го стоит сейчас 45,5 рублей, 95-го без малого 50 рублей. То же самое с дизельным топливом. Киров, как обычно, обгоняет все другие города при Волжье по стоимости 92-го бензина, да и 95-го. Среди факторов, ведущих к удорожанию горючего, называются повышение сезонного спроса и рекордный рост цен на бирже. ТРАССА 101 Ежедневно инспекторы ДПС оплавливают на дорогах Кировской области любителей глухой тонировки. Однако, судя по статистике, меньше их не становится. По данным ГИБДД, за первую половину этого года к ответственности были привлечены более трех тысяч водителей, спрятавшихся за темными автостеклами. Штраф за данное нарушение минимальный 500 рублей. Однако при повторной остановке за невыполнение законного требования сотрудника полиции можно попасть под арест до 15 суток. ТРАССА 101 После трагичного ДТП в Москве, где по вине залипшей в телефоне девушки-водителя погибли двое детей трех и пяти лет, посыпались предложения об ужесточении ответственности шоферов за использование телефона. Одно из общественных движений считает нужным поднять штраф за данное нарушение с полутора тысяч до десяти тысяч рублей. Соответствующее письмо направлено руководству госавтоинспекции. Как и во многих других случаях, активисты считают действующий размер взыскания несущественным. ТРАССА 101 В России официально стартовали продажи Toyota Land Cruiser с индексом 300. Внедорожник стоит минимум 5 миллионов 613 тысяч рублей. Пока он доступен только с одним вариантом силового агрегата. Это шестицилиндровый битурбированный бензиновый мотор объемом 3,5 литра и мощностью 415 лошадиных сил. К слову, транспортный налог в Кирове за такое изобилие лошадей составит 62 с лишним тысячи рублей. В начальной версии имеются, например, светодиодные фары, принудительная блокировка дифференциала, кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. ТРАССА 101 Неслыханную щедрость проявит Автовазк тем, кто сделал прививку от коронавируса. До середины сентября завод пообещал таким гражданам предоставить скидку аж в 10% на ТО у официальных дилеров и 5% на запчасти в магазинах Лада Детали. Для того, чтобы воспользоваться дисконтом, надо будет предъявить сертификат, QR-код или что-то там еще. Нам, непривитым и неболевшим, невдомек. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова